Привет всем! Вы на канале Велари Лайф. В последнее время я получаю очень много вопросов относительно моей иммиграции в Канаду. Почему уехала, как уехала, как живется, как долго живется, где можно найти работу, в чем сложности и так далее. Поэтому, чтобы не отвечать каждому на его вопросы, я просто решила снять видео и, возможно, кому-то оно станет полезным. Но это видео не инструкция к действию. Я не буду вам рассказывать, какие документы собрать, куда отправить, сколько это стоит и так далее. Потому что я живу в Канаде уже 7 лет и за 7 лет процедура иммиграции изменилась. Это видео моя история. Возможно, кому-то оно станет полезной. Возможно, для кого-то это будет, извините, пинок под зад и человек двинется с места. Так что, всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Ага, да. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их внизу в комментариях под видео в YouTube. Я обязательно соберу все вопросы и сниму следующее видео. Таким образом, я буду понимать, интересно это или неинтересно. Ну, а теперь поехали. Решение иммигрировать в Канаду было принято в 2008 году, после того, как случился кризис. И для многих этот кризис стал трагедией. А лично я очень благодарна 2008 году, потому что это был жесткий пинок под зад, который заставил нас действовать. Если бы не кризис, мы бы никуда не поехали и по сей день жили в Украине, в Харькове, потому что у нас было все то, что нужно для жизни нормального, среднеобеспеченного человека. Так вот, в 2008 году мы приняли решение иммигрировать и в 2008 году я была беременна. Мы дождались рождения нашего ребенка, потому что для иммиграции в Канаду очень важно быть как можно моложе, как можно больше всевозможных образований. И не важно, это училище, это техникумы, это какие-то курсы. Чем больше бумажек, тем лучше. И чем больше детей, тем лучше. То есть Канада любит молодых, образованных с огромным количеством детей. Мы проходили по всем параметрам. У нас был возраст до 35, нам было слегка за 30. У нас был возраст до 35, у нас был маленький новорожденный ребенок. А это огромный плюс, потому что этот ребенок стопроцентный канадец. Мой ребенок, мой первый ребенок говорит на французском языке. Это ее родной язык. То есть у нее два родных языка, русский и французский. Так вот, мы проходили по возрасту. У нас был малюсенький новорожденный ребенок. У нас было высшее образование. У моего мужа на тот момент было два высших образования. То есть мы были идеальными кандидатами. Мы подали документы и примерно через 8 месяцев нас вызвали на интервью, которое проходило в Киеве. Это интервью было полностью на французском языке. И небольшая часть интервью была на английском языке. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, необходимо сдать экзамен. Я не знаю, отменили интервью, не отменили. Но, как я уже сказала, за 7 лет много чего изменилось. Мы прошли это интервью и примерно через полгода нас вызвали на медицинское обследование, для того, чтобы убедиться, что мы не только молодые, но и 100% здоровые. Мы прошли медицинское обследование и примерно через, я уже не помню, давайте грубо опять, через полгода мы получили визу в Канаду. Что важно знать на этом периоде иммиграции? Когда вы подготавливаете документы, вы отдаете их в агентство для переводов. Вы сразу должны оговорить, что вам нужно 2 копии. Я это упустила. Я сначала сделала 1 копию, а когда пришла 2 копии, заверенные нотариусом, а когда пришла в это же агентство и сказала, что мне нужна 2 копия, заверенная нотариусом, они с меня хотели взять ту же стоимость, как если бы они заново делали перевод. Но каждый зарабатывает как может. Но так как у меня диплом переводчика, и эту информацию опустите, у меня только на тот момент был диплом переводчика. Незнание языка, я не говорила ни на французском, ни на английском. У меня был диплом, я закончила институт, я положила диплом в дальний ящик и никогда не работала с языком. Но благодаря моему диплому у нотариуса я просто указала свой номер диплома, и нотариус мне заверил. Вот так вот. Второе. Язык. Нет, давайте пока до языка. Очень многие хотят облегчить свою жизнь и подать документы через агентство. Ребят, если у вас есть свободные деньги, вперед, пожалуйста, облегчите свою жизнь. Но вы должны понять одну такую штуку. Когда вы приедете в Канаду, никто за вас ваши вопросы решать не будет. Будете вы и ваша реальность. Все. Иммиграция – это проверка на... На вживость, хотела сказать. Это ваша проверка на стойкость. Это проверка, насколько вы сильная личность. Это проверка ваших отношений. После иммиграции очень многие пары разводятся в течение полугода. А знаете почему? Потому что в семье кто-то сильный и кто-то очень быстро адаптируется, и кто-то более слабый, который еще всего-всего боится, и он намного медленнее ко всему привыкает. Если в семье вот этот сильный к адаптации мужчина, как бы женщина идет за ним, и эти пары, наверное, более крепкие. Если в семье более шустрая женщина, и она быстро адаптировалась, то обычно эти пары распадаются. В нашем случае получилось так, что мой муж – он технарь. Он стопроцентный технарь. И языки для него – это тяжело. И огромное количество людей, для которых язык – это что-то сложное. Поэтому ему тяжело давалась Канада. Во-первых, ему пришлось переучиваться полностью. То есть он приехал геодезистом, с дипломом геодезиста. Он поработал полгода в качестве геодезиста. Потом была реструктуризация компании, и их отдел закрыли. Мы столкнулись с тем, что нужно переучиваться. Я на тот момент уже работала в офисе. По-русски это обычный менеджер, то есть обычная офисная работа. Бумажки, телефонные звонки, переговоры с клиентами. То есть моего языка было достаточно. А мой муж был в состоянии, в процессе адаптации. Ему очень это тяжело давалось. И когда я ему задавал вопрос, ну ты счастлив в Канаде? Он говорил, что да, я не хочу возвращаться в Украину, но в Канаде я еще не счастлив. На сегодняшний день он переучился, и он выучился на программиста. Поэтому, если сейчас вы думаете, куда пойти учиться, а стоит ли пойти учиться, ребята программисты рулят. Я думаю, что учеба в России и Украине намного дешевле, чем учеба у нас. Если вы собрались эмигрировать в Канаду, привыкните к тому, что нужно все делать самостоятельно. Самостоятельно читайте сайты на французском или английском языке. Привыкайте к тому, что в вашей жизни русского языка не будет. Все вывески, вся реклама, вся информация на иностранном языке. Поэтому хотите, отдавайте в агентство. Но, как поступила я, есть прекрасный живой форум. Внизу под этим видео ссылка на него. Форум называется Квебекское кафе. Там огромное количество людей, которые в процессе эмиграции, которые только что эмигрировали. Это кладезь информации по эмиграции в Канаду. Благодаря этому форуму я собрала все необходимые документы, отдала их в перевод. Благодаря этому форуму я отслеживала судьбы людей, которые вот только приехали, где квартиру сняли, с чем столкнулись. Я отслеживала процесс интервью, какие вопросы задают, к чему быть готовым и так далее. То есть этот форум... Блин, реклама просто этого форума. Ребята, этот форум – это кладезь информации об эмиграции в Канаду. Дальше. Когда вы приехали в Канаду? Конечно, очень хорошо, если вас кто-то встретит. Но с одной стороны это плюс, с другой стороны это медвежья услуга. Потому что если вас встретит и приютит человек, который живет в Канаде уже довольно-таки давно, ну, например, как я, у меня уже другие реалии. Я уже не живу той жизнью начального эмигранта, а процесс эмиграции, процесс становления, он постоянно меняется. Поэтому я считаю, что если вы едете в Канаду, то жилье нужно снимать именно в эмигрантском районе. Потому что мы бежали от эмигрантского района, мы хотели как можно быстрее адаптироваться и жить с местными жителями, и это была огромная ошибка. В эмигрантском районе вы найдете сразу огромное количество друзей, и у вас не будет сильного чувства ностальгии. Поверьте, первые три месяца – это какой-то кошмар. Просто хочется все бросить, вернуться назад, все тяжело, ничего не понимаю, хочу к друзьям, к маме, к папе, к кому угодно. Когда вы поселяетесь в эмигрантском районе, вас сразу окружают люди, говорящие на вашем языке, и это могут быть русские, белорусы, молдаване, украинцы, казахи, неважно кто. Вот вас одна проблема эмиграции, она вас объединяет. Эти люди, которые живут уже намного дольше, чем вы, полгода, год, они уже более опытные. Они вам сразу подскажут, в какую школу отдать ребенка, где можно найти подработку, куда стоит пойти учиться, где курсы французского. Я говорю о Квебеке, потому что я живу в Квебеке, но я думаю, что подобная ситуация и в англофонной Канаде. Поэтому, ребята, мой личный опыт, на чем мы очень сильно обожглись. Не убегайте от эмигрантского района. Вы в эмигрантском районе можете прожить год. Когда вы плотно, хорошо встанете на ноги, вы почувствуете Канаду, вы ее полюбите, вы переедете туда, куда вам нужно. Второй пункт, почему нужно жить именно в эмигрантском районе, в эмигрантских домах, потому что эти дома максимально экипированы, обставлены. То есть, вам не надо покупать холодильник, вам не надо покупать печку. Стиральная машинка там нет. Стиральная машинка обычно внизу. Но наши умудряются купить какую-нибудь маленькую стиральную машинку и стирать в ней. Мы, когда приехали, мы сразу купили машину, мы купили стиральную машину, сушильную машину, холодильник, печку. Ребята, мы за первый месяц потратили 12 тысяч долларов. Для меня это была огромная сумма. Для меня это был такой стресс. Это был просто кошмар, когда вы в своей стране зарабатываете деньги, а это не так просто дается. И вот в месяц они вот так вот не улетели. Поэтому селитесь в мигрантские районы. Почему? Во-первых, вам не нужно будет покупать бытовую технику в таком количестве, в котором купили мы. Во-вторых, возможно, с вами кто-то поделится какой-то мебелью. Это нормально. Люди даже денег не попросят. Ну и плюс советы, как можно быстрее адаптироваться в этой стране. Я считаю, что мы довольно-таки быстро адаптировались, потому что мы уже через полтора года купили свой первый дом. Да, дом, конечно же, куплен в кредит, но его невозможно купить за обычные деньги, если ты в Украине был самым обычным смертным. Конечно, дом куплен в кредит, но для того, чтобы получить кредит, нужно уже где-то работать, ну для того, чтобы хотя бы этот кредит оплачивать. Поэтому я считаю, что мы довольно-таки быстро адаптировались. Что важно знать? Что важно помнить всегда, всегда, всегда? Почему-то, когда мы приезжаем в Канаду, мы боимся лишний раз что-то спросить. Мы боимся сделать ошибку. Мы думаем, что все думают, идиоты. Ребята, никто так не думает. Вы должны помнить об одной такой вещи. Вы прошли огромный процесс иммиграции. Это для тех, которые вот-вот должны приехать в Канаду, если вы меня, конечно, смотрите. Это огромная работа. Большинство канадцев, которые родились здесь, говорят всего лишь на одном языке. Это или всего лишь французский, или если это англофонная Канада, это 100% один язык, то есть это английский. Вы как минимум говорите на двух языках. То есть в моем случае это был русский и украинский. В случае молдаван это русский и румынский. Ребята, я не хочу дальше. То есть вы как минимум говорите уже на двух языках, и вы как минимум когда-то, хоть как-то говорили на английском, потому что это самый распространенный международный язык. И вы, если вы едете в Квебек, вы еще и выучили и учите французский. То есть вы говорите на четырех языках. Плохо, неплохо. Но вы уже знакомы с этими четырьмя языками. Ребята, это очень много. И не бойтесь говорить с ошибками. Во-первых, язык жестов никто не отменял. Я живу здесь 7 лет. У меня инъязовское образование. Иногда, иногда это не значит один раз среди ста раз. Иногда, даже раз в день случаются такие ситуации, когда мне что-то скажут, а я не понимаю. Потому что у канадцев, у каждого региона разный акцент. Они даже друг друга не всегда понимают. К чему я это? Уважайте свои знания. Уважайте себя. Если вы собрались эмигрировать, если вы уже в процессе, если вы вот-вот приехали. Ребята, вы те люди, которые достойны огромного уважения. Вы сила. Вы очень умные. Вы потенциальные. Вы те, кого именно Канада позвала. Потому что именно в таких людях Канада нуждается. Мы с высшим образованием, мы привозим наших маленьких детей. Мы потенциальные налогоплательщики. Ничего не надо бояться. В Канаде комфортно. В Канаде никогда не умрешь с голоду. Потому что есть куча друзей и знакомых, которые тебе помогут. Есть куча социальных помощей. Я не говорю о социальном пособии по безработице. Для самых-самых бедных я про это не говорю. Я этим никогда не пользовалась. И не надо этим пользоваться. Есть куча всевозможных служеб, которые помогают бесплатно новоприбывшим. Они вам помогут с какой-то временной работой. Они вам помогут с какой-то едой, с мебелью и так далее. В Канаде не страшно. Страшно это собрать, извините, булки воедино и отправить документы. Поэтому если у вас в голове где-то закралась мысль «хочу эмигрировать», развивайте ее. Вы не пожалеете. Здесь классно. Я люблю Канаду. Все, мои дорогие. Вроде бы как рассказала, 100% что-то упустила, потому что о Канаде я могу говорить часами, днями и неделями. Пишите мне, задавайте вопросы. Я на все ваши вопросы отвечу. Всем пока, хорошего настроения и всего самого лучшего. Пока, ребята.